Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Я модератор заседания этого клуба, меня зовут Юрий Алаев. И я хочу сразу обозначить тему сегодняшней дискуссии, сегодняшнего заседания. Это проблема долголетия. Ну, это такая проблема, которая прямо, осознанно, неосознанно о ней думают люди, по-моему, многие века. Сколько человечества существует, столько об этом и думают. И решают ее по-разному. И еще одно вводное. Я хочу сразу предупредить, что тему вот этого долголетия, да, проблемы долголетия, предложил не я. Хотя, казалось бы, мне как раз самое время ее предлагать, да, в силу определенного возраста. Предложили тему молодые сотрудники редакции. И, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что у специалистов в области здравоохранения, у ученых, медиков, открываются дополнительные перспективы. Клиент, что называется, созрел. Люди понимают, что такое ЗОЖ, и никому уже эту аббревиатуру расшифровывать не надо. Сторонников здорового образа жизни все больше. А теперь я представлю участников, экспертов, точнее, сегодняшнего дискуссионного клуба. Это главный врач университетской клиники Казань, кандидат медицинских наук Альмир Рашидович Абашев. Это главный научный сотрудник отделения биологии и биотехнологии институтов фундаментальной медицины и биологии КФУ. Профессор, доктор биологических наук Альберт Анатольевич Резванов. И это, назовитесь, пожалуйста, мы не успели познакомиться до включения, до эфира. Гульнас, мастер сыроедной кухни. То есть, один из типичных и одновременно ярких, я хочу сказать, представителей, приверженцев здорового образа жизни. О тематике. Я обращаюсь сейчас и к залу, и к экспертам. Понятно, что за час с небольшим, который у нас есть в эфире, мы всех аспектов этой тематики не охватим. Вглубь постараемся, конечно, погрузиться, но тоже, наверное, не до конца. Тема неисчерпаема. Я предлагаю сосредоточиться на двух аспектах. Первый – это то, что я для себя называю такой социально-биологический, что ли, аспект. То есть, поговорить немножко о том, как влияет на процессы продления жизни, уровня временного жизни, среда, в которой мы живем все, как влияют на это непосредственно биологические особенности, или генетические, если угодно, особенности каждого человека, каждого организма. И, кстати, жизненные установки, на что нацелены мы сами, психологически, наш мозг, наши жизненные установки. И второй аспект – это непосредственно научное и практическое здравоохранение. То есть, медицина как наука, медико-биологические исследования, направленные на продление жизни, и практика – с чем сталкиваются в повседневной жизни наши врачи, с какими пациентами, с какими эволюциями в этой среде, и как взаимодействует практическая медицина, практическое здравоохранение и наука. Давайте, наверное, придется с вас начинать, Альбер Рашидович, как с главного врача растущей, не по дням, а по часам растущей, развивающейся клиники, скорая, я думаю, уже без преувеличения можно будет сказать, что она центровая, как минимум по объему, по охвату, а там, глядишь, и по качеству услуг. Вы наблюдаете воочию людей, которые время от времени болеют, к счастью, выздоравливают в большинстве случаев, будем надеяться. Можете в нескольких словах охарактеризовать, как меняется этот, выражаясь казенным языком, контингент, условный обобщенный образ пациента. И параллельно, чтобы два раза не задавать вопросы, как меняется картина заболеваний. Ну, мы все знаем, да, среди сосудистый номер раз, там онкология где-то, но, по-видимому, кроме этих двух, есть еще какой-то набор, какой-то букет, который во времени, по сравнению с 60-ми годами, 70-ми, как-то изменился. А может быть и не изменился, я просто не знаю, и мы с удовольствием вас послушаем. Спасибо, Дмитрий Прокопович, за вопросы. Действительно, сегодняшняя тема крайне актуальна для нас в свете происходящих тенденций во всем мире в целом. Речь идет о том, что средняя продолжительность предстоящей жизни среди населения земного шара в целом растет по основной группе стран, в том числе и в Российской Федерации. И у нас стоит задача, чтобы этот показатель в ближайшее время, в 2025 году, достиг 78 лет в целом по нашей стране. Сегодня средняя продолжительность жизни россиян составляет 74 года, у женщин этот показатель составляет 78, а у мужчин 68 лет. И вот вы видите, что гендерный разрыв составляет чуть более 10 лет. И в основном это, ну скажем так, при том, что доступность медицинской помощи для обоих полов одинакова, тем не менее, такая разница в средней продолжительности предстоящей жизни. Это, на мой взгляд, ну и не только, на мой взгляд, но и по мнению многих ученых определяется тем образом жизни, который испытывают или в котором существуют, которые ведут представители различных полов. Женщины более бережливо относятся к собственному здоровью, а мужчины тратят свое здоровье более расточительно, скажем так. Что же касается общей картины пациентов, которых мы наблюдаем в клинике, но не только у нас в целом в системе здравоохранения, это общая тенденция, это то, что уровень образования в области поддержки сохранения здоровья у наших жителей, у наших сограждан, он повышается год от года, и люди в доступе, имея большой массив информации во всемирной паутине, в различных научно-популярных изданиях, очень много программ по здоровью, по здоровью сбережения идет в средствах массовой информации, в телевизоре, мы можем увидеть в различных иных каналах, да. Значит, это в целом повышает осведомленность нашего населения о проблемах, связанных со здоровьем, и в целом мы видим, что когда человек приходит к врачу, он уже готов, может описать грамотно свои симптомы, укладывает их в какое-то заболевание, и тем самым во многом помогает врачу разобраться в том, как ему помочь, чтобы предстоит предпринять. Однако есть и обратная сторона медали, когда мы видим, что несистематизированные знания у человека, который не имеет фундаментальных основ медицинского образования, эти симптомы уводят в сторону от истины, и человек уже убежденный, придя к врачу, начинает наставить на неком алгоритме действий медицинских работников, чем вступает в конфликт со знающим, будем считать, специалистом, врачом различного профиля или среднемедицинским работником. Вот, пожалуй, то, что сегодня отличает, и все больше и больше эта тенденция набирает, обороты в картине нашего пациента. Что касается вопросов заболеваемости, то, это данные официальные статистики, всегда и чаще люди болеют, чаще всего обращаются за медицинской помощью люди с заболеваниями органов дыхания. Ну, это естественное явление. По статистике мы знаем, что подъемы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ежегодно проходят в демисезонные периоды, это осень и весна, реже это случается летом и в морозную зиму. И регистрация этих заболеваний отнимает массу энергии у медицинской отрасли, и тем самым мы нацелены на борьбу с этими заболеваниями. Однако причинах смертности, то, что не позволяет населению уйти вперед по показателям средней продолжительности предстоящей жизни, главную, первую скрипку играет заболевание сердечно-сосудистой системы, которая, к сожалению, вращается, этот показатель, вокруг 50%. В России в целом он составляет 48% с долями, в Татарстане он составил за 2017 год 52,3%. Половина, умирающие, другими словами, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Чуть более половины в Татарстане. Да, от двух осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Это мозговые инсульты, там тоже существует несколько вариантов заболевания, и от инфаркта миокарда. Это те органы, которые всегда требуют энергии, всегда требуют кислородного снабжения, и за счет сбоя сердечно-сосудистой системы у них возникает... Альбер Рассетович, очень хорошее замечание на счет кислородной системы. Извините, что я вас перебиваю. В принципе, картина понятна. Первая скрипка сердечно-сосудистой заболевания, вторая скрипка онкологии? Вторая скрипка онкологии. 16% в Республике Татарстане за 2017 год. Третье призовое место, так в кавычках призовое. Это антирейтинг, к сожалению, мы можем и признать. Это управляемые причины, так называемые. Травматизм? Это травматизм, суициды, отравления, дорожный травматизм, большую долю составляет. Это порядка 8% за прошлый год по Республике Татарстан. Вот такой показатель сегодня существует. Почему они называются управляемыми? Мы можем их профрактировать и бороться с ними. Понятно. Я почему уточняю эти моменты. Вот вы упомянули об этих ОРВИ, о болезнях органов дыхания. И тут мы сейчас добавили, напомнили об онкологии. По поводу окружающей среды, вот с вашей точки зрения, как врача и просто как человека, на улицах наших городов, и это может любой дополнить, кто пожелает, стало легче дышать? Или обстановочка здесь ухудшается? В том, что касается качества питьевой воды, продуктов питания, контроля за качеством продуктов питания, содержания в них, сверхнормативных долей пестицидов, которые, насколько я понимаю, как раз могут очень сильно повлиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. По крайней мере, вот этот склеротические всякие явления. Вы меня поправите, если я не прав, я даже не фельдшер, я вообще не медик, не врач. Просто читаю иногда разные книжки и что-то остается в памяти. Что по этому поводу можно сказать? Вы знаете, на мой взгляд, обывательски, конечно, среда обитания человека в больших городах, она улучшается. Улучшается? Улучшается, однозначно, потому что, например, в 90-е годы, когда я приехал в город Казань учиться в институт, тогда еще медицинский институт назывался медицинским, сегодняшний медицинский университет назывался медицинским институтом, по улице было довольно опасно передвигаться в связи с тем, что дизельные двигатели больших автомобилей, грузовых, инстилированный бензин, автобусов, легковые автомобили без катализаторов выделяли такой смрад, что было очень сложно вдыхать этот воздух. Сегодня обстановка коренным образом изменилась, и, в общем-то, и культура производства продуктов питания, то также меняются требования. И, на мой взгляд, сегодня все-таки среда обитания человека в больших населенных пунктах, она более благоприятна, нежели это было лет 10 или 15 назад. Эльберт Анатольевич, согласны? В целом, да, но здесь хотелось бы расширить понятие среды обитания. Это не только экология, окружающая нас, но и, скажем так, психологический фон. И в этом плане происходит явное ухудшение, то есть вот эти вот все стрессы, информационные потоки, люди постоянно находятся в своих телефонах. Недавно было исследование, которое показало, что наличие телефона и просмотр его перед сном существенно оказывает негативное влияние на состояние здоровья. Мемотонин не вырабатывается, да? Ну, там много причин, даже элементарный недосып, когда люди, зачитываясь, проводят больше времени за компьютером, в телефоне, соответственно, отдыхают меньше, соответственно, тревожность, стрессы растут. Сейчас про меня рассказываете. Зачитываю, не только по всех нас. Самое страшное, что и дети в это вовлечены, потому что детский организм, он тоже требует определенного сна, продолжительности сна. А в результате современного сумасшедшего ритма и постоянного погружения, то есть ты постоянно онлайн находишься, это, конечно, оказывает влияние на организм. Все-таки организм человека не приспособлен для таких постоянных хронических стрессов и нагрузок. Но вот Альмир Ашидович упомянул интересную статистику, что смертность среди мужчин примерно, ну, средней продавательной жизни примерно на 10 лет ниже в России, чем у женщин. А ведь в других странах эти цифры, ну, ненамного различаются. И здесь, как вот здоровье сберегающие технологии, далеко еще себя не исчерпали с точки зрения правильного образа жизни. Потому что, вот даже глядя на эту статистику, можно увидеть, что у нас есть резерв, который относительно легко с биологической точки зрения можно было бы преодолеть без всяких биохакерства или сложных систем приема пищи, других течений современной геронтологии, всего лишь навсего, исключив пагубные привычки. Но здесь уже вопрос, как этого достичь, либо путем через государственное регулирование, либо через общественное сознание. Например, все-таки в западных культурах это просто становится немодным. И да, государство предпринимает определенные шаги, но там не такое регулирование государства, как у нас в Советском Союзе. Там больше это идет на откуп потребителя, человека. Ну и люди просто понимают, принимают правильные решения для того, чтобы вести здоровый образ жизни. То есть, вот вкратце вот так вот. То есть, невозможно рассматривать человека в отрыве от всего, что его окружает. Вот лично я считаю, что с экологией здесь мы более или менее уже выходим на плату. Ну да, там есть еще куда расти, но основной прорыв можно было бы достичь в других областях. Вот эти вот 8% управляемой, так называемой смертности, не прыгать с девятого этажа, выпив стакан водки, вообще не пей водку и так далее. Нет, но и первые два тоже от этого зависят. Это не только управляемые факторы. Потому что опять, сердечный алкоголизм, курение и стресс, как основные факторы воздействия, они безусловно вносят огромный вклад. И это доказано большими научными исследованиями. Владимир Анатольевич, я сейчас выдам часть сотрудников вашего уважаемого института. Вот вы сейчас упомянули курение. Я знаю, что некоторые из, ну мало того, что курят ваши коллеги. Не все, конечно, но курят. Но интересные тенденции, они, и они и меня совратили, между прочим, эти ваши коллеги, перешли на технологию ICOS, так называемую. То есть, это вот когда не горит, а просто, ну электронная сигарета в просто речи. Вы вот как, вопрос к обоим, да, это реально лучше, это снижает как опасность, что ли, вот тех же онкозаболеваний, заболеваний органов дыхания, ну и так далее. Я на ваш шуточный вопрос постараюсь также шуточно ответить. Да, жизнь это хроническое заболевание, которое неминуемо ведет к летальному исходу. То есть, говорить о том, что это более полезно или более вредно, вряд ли приходится, да, то есть, вообще, честно говоря, иногда приходится посидеть, подумать, поанализировать, все-таки, что же больше всего сигналит организму человека или человеку в целом о том, что он что-то делает неправильно. То есть, есть две вещи из психологической сферы, из сферы психологии, это стресс и боль. Два защитных, ну, скажем, механизма основных, с которым нужно. Если ты испытываешь боль из-за повышенного массы тела, и ты не можешь пройти там какой-то потребный тебе, допустим, участок пути, это означает тебе сигнал о том, что ты должен бороться со своим весом. То есть, если у тебя образ жизни не предполагает, что ты должен ходить или делать нагрузки, то, может быть, и не стоит сжигать себя, ну, скажем, в тренажерных залах и всем остальном. То есть, нужно прислушиваться к себе, то есть, состояние равновесия между сигнальной системой и твоим состоянием приводит тебя к состоянию комфорта. А что такое здоровье по определению, да? То есть, ВОЗ это определение дал, это состояние психического и физического равновесия, которое комфортно для человека. Ну, перефразирую, скажем так, общими словами, да, там более длинное определение, я не стал... Человек, которому сделают лоботомию, он будет себя чувствовать комфортно? Он просто не будет воспринимать ничего? Его хорошо? Такой овощ? По-своему, он здоров. Да? То есть, в любом определении есть некоторые все-таки вот зазоры, в которые можно залезть и задаться какими-то неприятными дополнительными вопросами. Я хотел бы вернуться к одному замечанию, вот, связанному с вашим высказыванием о том, что дышать стало легче в городах. Дышать стало легче в городах. Вроде бы, вредные производства локализуют выбросы, да, в атмосферу, там требования ужесточаются, штрафы, там и так далее. Сброс сточных вод неочищенных официально, во всяком случае, уже в меньших объемах проходит. И в то же время статистика показывает в целом по России, в Татарстане, в частности, да, по-моему, и за рубежных странах, рост онкологических заболеваний. Абсолютно. Я напомню, сейчас бывший министр, в недавнем прошлом министр здравоохранения, Вафин, когда ему задавали такого рода вопросы, он отвечал примерно так. Так, посмотрите, это все связано с тем, что продолжительность жизни выросла. Это действительно так? Вы разделяете эту точку зрения? В принципе, даже есть такая шутка, что мы все умрем от рака, только если мы доживем до него, не умерев от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, да, к сожалению, продолжительность жизни, ну, вернее, к счастью, продолжительность жизни увеличивается, и с этим увеличением происходят, скажем так, всплывают другие проблемы, которые, ну, скажем так, осложняют наше долголетие. Наши начинают рассыпаться в песок, в частности, да? Ну, это не самая большая проблема, во всяком случае, ее легче скорректировать, а вот онкология, нейродегенеративные заболевания, да и масса других заболеваний, действительно, возраст и... Скажем так, я бы хотел добавить, если можно... Да, да, конечно. Ситуация складывается таким образом, что помимо того, что население действительно взрослеет, не будем применять слово «стареет», развивается также и медицинская отрасль. То есть, мы на сегодняшний день получаем все больший арсенал диагностических возможностей, которые могут диагностировать рак и установить причину заболевания и, как следствие, причину смерти. То есть, был большой сектор, ну, скажем, такой серой зоны, где кодирование заболеваний было от прочих причин, значит, где многие причины смерти кодировались как от старости. То есть, сегодня тенденция в медицинской статистике приводит к тому, чтобы диагноз был выставлен верно. И, на самом деле, мы, возможно, еще не имеем полной картины происходящего, то есть, по причинам смерти, да, потому что все эти случаи, когда люди уходят из жизни на дому, не всегда подвергаются патологоанатомическому анализу, не всегда патологоанатомическое вскрытие в силу того, что религиозные причины, образ жизни, родственники не хотят... Насколько это вообще может повлиять на статистику? Это серьезный фактор, что ли? Слушайте, но я вам так скажу, что подавляющее большинство все-таки на дому уходит из жизни. То есть, желательно, чтобы вскрытие осуществлялось у всех, да? Может быть, это законодательно ввести? Вы знаете, это сложный этический вопрос, потому что родственники, человек, который дожил до глубоких седин, скажем так, и умер дома, то, конечно, приложив эту ситуацию на собственную, ну, как бы, на собственную... На свою шкуру, да, по-русски, если сказать, то, конечно, не очень хочется, чтобы над телом... То, что вы упомянули по статистике, на самом деле это тоже определенная игра цифр. Когда в один год у нас определенная статистика, и вдруг на следующий год внезапно идет скачок. Это зависит от того, как налажена диагностика, то есть, вводятся новые методы, улучшаются диагностические возможности. Распознаем раньше и больше. И раньше, как Альмир Рашидович сказал, если просто списывали, ну, просто отписывались на другие причины смертности, сейчас в связи с более точной диагностикой ставится более точный диагноз. И рост, который мы наблюдаем, может быть и артефактом именно статистического анализа и диагностики. Одно маленькое еще уточнение по поводу статистики. Вот когда вы и ваши коллеги говорят, да, я бы так понял, что это консолидированное мнение, что, ну, вот рост показателей онкозаболеваний в очень значительной степени обусловлен, а, более точной диагностикой и, главное, тем, что растет средняя продолжительность жизни, да, хороший афоризм, зловещая правда, но хороший. Мы все умрем от рака, если до этого не умрем от сердечно-сосудистых заболеваний, надо дожить до этого. Но неужели нельзя, вот здесь немножечко, как говорится, поточнее провести статистику, проанализировать рост онкозаболеваний среди людей отнюдь непреклонного возраста и по этой возрастной категории тоже посмотреть статистику. Она что нам покажет? Она покажет, что рост онкозаболеваний снижается или он тоже растет среди этой категории? Вот сам по себе, сама по себе цифра, как показатель общей заболеваемости, вернее, заболеваемости онкологическими заболеваниями, он имеет смысл только в том случае, если посмотреть на структуру вот этого показателя. Основным моментом, к чему мы стремимся, сам рост показывает в целом то, что медицина способна уловить при жизни, допустим, если это про заболеваемость, заболевание, которое развивается у человека онкологическое. Важным же в структуре этого показателя является стадия, на которой это заболевание диагностируется. Если это первая или вторая стадия заболевания, то это очень хорошо, потому что у нас есть окно терапевтическое, в котором мы можем помочь этому человеку избавиться от этого заболевания полностью. Если же это запущенные формы рака, когда человек не обращался за медицинской помощью, сам ли, либо приходил на осмотр и, не дай бог, врач просмотрел или не посмотрел. То есть это, конечно, совершенно иная картина, это нас очень сильно настораживает, и с этим явлением необходимо бороться. Тут два варианта, либо вести хорошую санитарно-просветительскую работу среди населения, и усиливать онкомосторожность докторов. Я все-таки уточню еще раз, повторю вопрос. Есть статистика динамики онкозаболеваний среди людей в возрасте, скажем, до 60? Безусловно, есть. Какая она? Там растет среди этой возрастной группы или не растет, или какое-то плато? Я, к сожалению, затрудняюсь сегодня ответить в формате передачи. У меня этих цифр нет. Я не могу утвердить, не сказать, что... В целом существует, во всяком случае, неофициальное мнение, что заболевание молодеет, и рак молодеет, и сердечно-сосудие, и сердечно-сосудие молодеет. Но это, конечно, нужно перепроверить цифры. Хотя в разговорах с медиками... Это следствие роста стрессовых нагрузок, увеличения интенсивности стрессовых нагрузок. Это следствие того, что мы употребляем в пищу непонятно... Вроде бы прекрасно упакованные вещи, да? Все из себя такие красивые. Но когда у меня стоит в холодильнике молоко, и две недели с ним ничего не происходит. Оно не сворачивается, оно не закисает. Я утром как сомнамбала встаю, добавляю его в кофе, так думаю, что ж там внутри? Когда же свернется? Когда же, да, про естественный процесс, да? И нам говорят, а вот этот йогурт, смотрите, ребята, в этом йогурте живые бактерии. У меня возникает простой детский дилетантский вопрос. А в других йогуртах вообще бактерий нет? Ну да, но тогда что, это йогурты или не йогурты? То есть, вот в этом смысле у меня есть определенный скепсис. И точно так же, как есть некоторый скепсис по поводу вашего замечания. Оно очень важное, хотя бы его вскользь сделали. Что вот если мы выявляем рак на первой-второй стадии, да? То, ну, что, 100% излечимы? Ну нет, конечно, не 100%. Любые заболевания имеют различные вариации, сопутствующие явления, ослабленность организма может, в целом состояние иммунной системы может повлиять на ход. Но все-таки шансов, маневра у медицинского работника при таких, при сегодняшнем состоянии... Я сейчас хочу попросить, может быть, я ответил бы все-таки на ваш вопрос, который прозвучал. А почему же молодеют заболевания? Да, да. То есть, опять, причин много, но некоторые из них просто назову. Например, отсутствие естественного отбора. Раньше, дай бог, люди переживали младенчество. То есть, на Диком Западе детям имя не давали до скольких-то лет, потому что смертность была такой высокой. И те, кто проходил естественный отбор вот этой вот внутриутробной смертности, младенческой смертности, юношеской смертности, конечно, это уже были, скажем так, отобранные организмы, которые и получали возможность дать потомство. Сейчас обратная сторона бурного развития медицины, то, что люди, которые раньше не имели возможности оставить потомство, теперь имеют эту возможность. И, конечно же, это положительным образом не сказывается на генофонде человечества. То есть, это тоже фактор нужно учитывать. Ну и остальные факторы, которые мы до этого озвучивали, естественно, это тоже вносит свой вклад в структуру возникновения заболеваний. Тут надо уже смотреть очень внимательно с мужской диалогом. Мы сейчас дойдем до мастеров сыроедения, когда будем разговаривать. Мы сейчас, имеете в виду, мы сейчас просто делаем такую научную обкладку. Практически вопрос. Мы к ним перейдем чуть попозже. И я думаю, солировать вы еще будете сегодня. То, что вы сейчас сказали, Альберт Анатольевич, вы же понимаете, что это очень болезненная и очень деликатная тема. И в этом смысле, вот в этом аспекте достижений вашей науки, биологии, медицины, практического здравоохранения вступает в явное противоречие с вот этой дарвинистской... Ну, это не теория, это в общем... Почему противоречие? Ну как, мы делаем все для того, чтобы... Вы же только что сами сказали, что наша наука медицинская и биологическая, и наше здравоохранение, наше в данном случае общечеловеческое, и в США, и в любых других странах, за исключением, может быть, каких-нибудь там лесота, да, нацелены на то, чтобы сохранить жизнь, вот эту вот белковую форму жизни в человеке, вне зависимости от того, насколько он даже репродуктивными способностями обеспечен своими. И, конечно, правильно вы говорите, в результате генофонд ухудшается. Хотя, вот, я смотрю на этих молодых людей, всего одна девушка задремала, и я так понял, что с генофондом среди присутствующих пока, ну, нормально, нормально. Это самый здоровый генофонд на самом деле, потому что организм четко отфильтровал... А, ненужное! ...и переключился на самоподдержание. Так что у меня тоже срабатывает предохранитель, когда там сидишь на совещании. Раз, все, мозг отключился, организм не испытывает стресса, продолжительность увеличивается. Слушайте, вы все-таки применительно к лекциям не воспринимаете это вот за чистую монету. Альвент Радонидович так шутит, попробуйте у него на лекции заснуть, потом посмотрите на реакцию. Он сам виноват, если на лекции спят, значит не приучит. Ну да, значит не взбодрил. Я хочу сейчас попросить ребят из аппаратной, чтобы нам показали один ролик, который маленький коротенький сюжетик. Возвращаясь к вашему высказыванию, Альмир Рашидович, что мы вот уже сейчас и то можем, и это можем, это... Да, 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 вот совершенно верно. Это Львов, да? Белых пятен, как вылечить рак, практически не осталось, по большому счету. Конечно, есть какие-то еще места, где надо работать. Но как лечить рак, по большому счету, все знают. Значит, в ученом мире. Доктора этого не знают по многим причинам. Наука развивается слишком быстро, у них не было образования, они получали давным-давно. Но, значит, чтобы проанализировать пациента, нужны большие программы с большими... И знать, как им пользоваться, и большие базы знаний. Значит, по всем этим причинам главное сейчас, как бы, внедрение всех этих знаний в практику, в клиническую практику. Ну, это, я так понимаю, интервью было сделано во время недавней сентябрьской конференции по аппартизионной медицине. Да, вы тоже участвовали в этой... Меня-то в это высказывание, ну, насторожил... Не то, что насторожил, заинтересовало некоторое его категоричность. Я для себя, вот из того, что он сказал, сделал простой вывод, что ученые-то уже все могут. А вы-то ничего не знаете. В пробирке я могу вылечить любое заболевание. Вопрос, как это транслировать на всего человека, при этом не убив его. Вы командный человек, вы уже тут же сейчас нас защищаете, защищаете позиции практического здравоохранения. Но это шутки шутками, но тем не менее, насколько... Ведь вопрос действительно существует. Есть трансляционные медицины выражения, да? Там речь идет о трансляции на молекулярном уровне, насколько я понимаю, да, вот этих вот пилюль, упрощенно говоря, туда, куда надо, чтобы излечить участок. Но я хочу сказать, что должна быть другая трансляционная медицина, транслирующая вот это, когда человек вожет в пробирке любого, туда, вот к вам в палату. И Анатольевич это прекрасно знает. И все, кто... Насколько она эффективна, я хочу сказать. Все наше медицинское общество это знает, да, то есть, и в принципе, это не секрет о том, что вот с точки, когда ученые заявили, что они достигли положительного результата в пробирке, как говорит Аберт Анатольевич, до применения его в клинике пройдет не меньше 7, а может быть и больше лет. То есть, это очень сложный процесс, потому что применить его... Сначала нужно оценить безопасность всех этих методов относительно клинической практики и применения его на человеке, поэтому проходит достаточно дистанция. Насколько я понимаю, там серия доклинических испытаний, если речь идет о каких-то препаратах, потом клинические, это как раз вот 7-10 лет в среднем и занимается. И в Штатах, и не в Штатах, и это общее, да. На самом деле, вот это вот только часть интервью, есть и другие интервью Антона, в котором... Вы не могли немножко о нем вдвостов сказать? Он авторитетный? Я просто к стаду слову не знаю его. Он директор, отвечающий за развитие, ну можно сказать так, цифровой медицины в крупной транснациональной корпорации Elsevier. Мы это знаем по их журналам, потому что значительная часть журналов публикуются этим издательством. Но они развивают и свою IT-индустрию, потому что у них богатейшая база данных издательская. Да, то есть он один из опинион-лидеров, так скажем так, в области прецизионной медицины вместе со своей корпорацией. По-русски можно сказать лидер мнений. Лидер мнений, да, то есть авторитет. Хотя лидер все равно не русское слово, ну ладно. И тоже небольшую защиту. Они это уже делают в клинике в Америке. И на самом деле подход прецизионной медицины реализуют. Когда пациента диагностируют очень точно на основе самых современных генетических методов и других методов анализа, и смотрят, то есть сколько людей, столько онкологий. У каждого пациента, можно сказать, собственная онкология. Да, они группируются, там, рак молочной железы, но в этих раках молочной железы, если посмотреть на молекулярном уровне, каждый пациент, можно сказать, уникален. Один из подходов современной медицины позволяет точно определить болевые точки этой онкологии и подобрать лекарства, которые уже разрешены к клиническому применению. На данный момент более 400 лекарств уже разрешены американским Минздравом, FDA, к применению. Там какая-то специальная у них комитет какой-то есть, да, который одобряет или не одобряет. FDA, Food and Drug Administration. То есть они уже прошли контроль. Важно правильно их применить к конкретному пациенту. И вот на современном этапе вот прецизионной медицины развития как раз и позволяет точно определить, к какой группе пациентов относится тот или иной человек, и какие лекарства или комбинации лекарств будут наиболее эффективны для его лечения. Кто этим сейчас занимается конкретно? Вот если мы смотрим, да, институт клиника. Есть такой мостик? Есть такие, как говорится, смычки? Или мы сейчас говорим о том, что должно быть, но то, что пока не существует в практике? У нас есть пилотная программа. Ну, если говорить об онкологических заболеваниях, то, к сожалению, пока у нас в клинике это направление не развито, и мы работаем с республиканским онкоцентром. У нас шесть проектов, которые мы с ними сейчас активно ведем в этой области. Причем там с ведущими зарубежными коллегами из Японии, США. Нет, тут не важно конкретно, эта клиника, не эта, я имею в виду практику вообще. Практика применения есть, и уже есть первые результаты, где мы в пилотном режиме пока, то есть на очень небольшом количестве пациентов показали, что эти методы не только мы можем применять, но и разрабатывать новые подходы, которые мы как раз, почему к нам приехали гости со всего мира, потому что это был не просто... Мы сейчас с этой прецизионной медициной. Да, по прецизионной медицине конференцию. Потому что это был активный обмен мнений. У нас есть собственный взгляд на проблемы, там есть собственный взгляд, но пришли к выводу, что комбинируя наши усилия, мы как раз и сможем больше всего продвинуться вперед. Поэтому с точки зрения клиники Казанского университета, у нас есть... Ну, относительно недавно клиника вошла в состав КФУ, и сейчас запущены проекты, например, по созданию регистра доноров костного мозга. Мы запускаем проекты в области репродуктивной медицины. По поводу костного мозга, насколько я понимаю, буквально неделю назад было объявлено о создании первой в России такой лаборатории, которая будет отбирать пробы, что ли, да? Подбирать доноров костного мозга, потенциальных доноров. Создавать регистр, да. Создавать регистр доноров. Но все это, конечно, делается на базе нашей университетской клиники. У нас сейчас создана уникальная инфраструктура, где на базе клиники созданы и научные подразделения. Вот, биобанк, центр клеточных технологий, генетическая лаборатория. Следующий этап — это уже активное вовлечение врачей и трансляция наших разработок и в университетскую клинику. Понятно, спасибо. Довольно детально, да, Илья Васильевна? Значит, все правильно идет. Чтобы покончить с этой тонкой темой, с прецизиями, с прецизионной, была еще, точнее, с темой, что могут врачи, что не могут врачи, предшествовала конференция по прецизионной медицине, глобальная конференция, которую Д проводил здесь, да? ТЕЧА, так называемый. Times High Education. Да, Times High Education. И на одной из секций я был, послушал, в том числе японский, английский послушал. Это очень мило было. Представитель Японии говорил по-английски, я пять минут не мог понять, что он вообще говорит, до какого языка потом стал доходить. Но это частности. Там рассматривались в ходе этой конференции, тоже со всего мира, в университет, здесь в Казанский федеральный университет, приехали люди, авторитетные, светила, да? И рассматривались, насколько я понимаю, перспективные модели медицинских школ национальных. Если посмотреть, вот вы активный участник этой конференции, я слышал, краем уха оживленного, дебатировали там с отдельными товарищами. Где вот зернышко и изюм, если посмотреть на материалах этой конференции, на чем медицинская наука и практика в Содружестве, и в каком Содружестве рассчитывают идти дальше, на какой базе? Это можно в нескольких словах сказать? Да, ну, Альмир Рашидович уже обозначил, что наука развивается гораздо быстрее, чем медицина и медицинское образование. То есть врачей, которых мы сейчас готовим, я говорю в целом по человечеству, они не успевают получить все те знания, которые они могли бы применить в практике. Соответственно, нужно менять медицинское образование. Но тут возникает вопрос. Медицинские студенты уже перегружены выше головы различными курсами. Ты не можешь просто продолжать закладывать в голову все больше и больше знаний. Рано или поздно человек заснет. Здесь есть студенты-медики? Почти все? Сочувствую вам. Соответственно, современный врач, он должен быть, доктор Хаус, он должен быть знать и генетику, и биохимию, и иммунологию. Помимо всего, и как доктор Хаус еще быть немножко, там, почти аутистом, да, или кто-то, что там у него было, какое-то психическое заболевание. То есть возникает вопрос, а что же тогда удалить из этой программы, чтобы все вот это, да-да-да-да, вкусности туда заложить. Вот сейчас, в общем-то, дискуссия к этому и сводится. Как же готовить врачей, чтобы они были готовы к тем технологиям, которые они встретят, возможно, в практике, через некоторое, ну, ближайшем обозримом будущем? Вшить им сразу какие-то, а? Я бы хотел добавить в этой связи, значит, вот с того, с чего я начал, о том, что пациенты все более образованные, более осведомлены, более широкий доступ к тому, к описанию того симптома комплекса, которого они наблюдают у себя или у своих близких, у коллег. Вот что будет отличать в дальнейшем, да, то есть когда уровень вот этой осведомленности будет все нарастать и нарастать, отличать будет базисное мышление специалиста-врача, в отличие от пациента, который не может уложить в некие организационные матрицы, в объяснение патофизиологии, развитие процессов в организме человека, у пациента, да, то есть как соотнести один симптом и комплекс с другим. То есть вот это будет отличать врачей будущего от того, что мы сегодня будем. И, безусловно, врач будет оставаться компетентным только в том случае, если его образование не закончится по истечении шести лет студенчатого. Вот это тоже, я почему вздохнул, очень интересный аспект, ну, общераспространенная точка зрения, да, в научных кругах, в том числе, что время энциклопедистов прошло, да, вот сейчас такая, чем дальше, тем все более узкая, специализация, специализация, специализация. То, что вы сейчас говорите, может быть, я неправильно вас понял. Получается, что врач, врач будущего, да, врач-исследователь, может быть, так даже можно назвать его, да, вот сопрягающий в себе эти два начала, он в каком-то смысле должен быть энциклопедистом? Или все-таки это не... Нет, он должен... Вот что будет отличать, на мой взгляд, да, то есть мы все равно, на мой взгляд, это будет, когда пациенты, заходя к врачу, будут готовы полностью рассказать ему с точки зрения научной литературы, опубликованной в интернете, что с ним происходит. Да, да. А я зайду на шаг вперед, пациент вообще не будет приходить к врачу. А может быть и не будет приходить. Потому что развитие цифровой медицины сейчас ставят вообще под сомнение наличие многих медицинских специальностей. Слушайте, ну это же неправильно. Нет, это пока... С точки зрения нас неправильно. Скорее всего, прогресс... Потому что кто-то на какой-то точке признает, что это верно. Нет. Я бы с вами, видимо, не хотел бы закончить вот в этом вопросе, что врач в своем самообразовании дальнейшем, который будет длиться всю жизнь, и вторая смена у него будет проходить у книги или у компьютера, он должен потратить больше массив времени и опережать пациента поиском дополнительных знаний в области своей профессиональной компетенции. Вот это основное, что будет отличать его от другого человека визаве, который будет тет-а-тет сидеть с ним на приеме. Или... Я просто с ужасом подумал о том, о чем сказал Альберт Анатольевич. Если не... Я понимаю, что технически это возможно. Это уже и сейчас возможно, в принципе. Да? Ну, на процентов на 50, на 70, по-разному там дальше. Ну, все. Диагностирование идет дистанционно. Ты увешан датчиками. Может, тебе вошьют то, что нужно. Да? Через пару лет это уже будет. Чип какой-нибудь или пару чипов вошьют. Ты полная картина. Ты как на ладони. И, кстати сказать, заодно управляем. Сто процентно непонятно с чьей стороны. Если у тебя чипы... Если ты чипированный будешь, ты уже наполовину будешь биороботом. Но я сейчас не об этом. Я о том, что... Может быть, вот мне не хватает фантазии или технической подготовки, или технократического мышления. Но у меня такое ощущение, и я буду рад, если вы возьмете, сейчас я опровергнете, а еще больше буду рад, если вы согласитесь, что в процессе лечения, избавление человека от боли физической, какой-то ментальной, психической, никакая дистанционная диагностика и дистанционные рекомендации все равно не заменит вот этот вот контакт двух физиологий, двух тел, двух ментальностей, двух личностей, если уж так, пафосно говорить. Ведь это же лечит, да? Некоторое время назад я общался, Раиса Петровна, замглавленная... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И как-то мы с ней разговаривались вот о том, современный врач, чем отличается от нее современного. Она, на мой взгляд, сказала очень правильную вещь. Она говорит, ты понимаешь, молодые, они все так поднаторели в этой аппаратной диагностике, так на технику, но они, говорят, смотрят, они по радужке глаз уже ничего не определяют. Эта диагностика ушла, а люди, врачи старой школы, человек к нему приходит, он его на 70% уже отсканировал вот этим, не каким-то там трехмерным компьютером, а вот так. И уже это немножко другое дело, правда? Мы сейчас, пожалуй, наверное, я заявлю несколько, наверное, так, ну смело, мы находимся в постиндустриальной точке развития медицины, то есть, когда начали появляться ультразаковые, рентгеновские, компьютерные, магнитно-резонансные томографы, когда лабораторная диагностика в течение трех минут может видать 600-700 параметров, вот это был... Сейчас мы к параметрам сейчас перейдем. Значит, и сегодняшний доктор уже не требуется от него, скажем так, в большей части смотреть на какие-то комбинации симптомов и все остальное. То есть можно диагноз поставить по объективным данным, полученным на аппаратной базе. И в принципе, сегодня требования стандартов, порядков и требования качества оказания медицинской помощи основаны именно на данных аппаратной базы. А что с тебя спрашивают, то это и делаешь. Это говорит главный врач, вы обратите внимание, он не только ученый, не только практикующий врач, но он же еще администратор, он должен сказать вот то, что сказал сейчас Армир Рассудович. То, что с тебя спрашивают, ты должен сделать. Совершенно верно. И вот, конечно, это искусство врачевания. То есть есть такой профессор Верткин, с которым мы активно сотрудничаем в части развития поликлинической медицины. Так у него есть целый курс, так называемый, диагноз в дверях. Он читает лекцию по данному вопросу. И по большому счету, только после того, вернее, сразу же после того, как человек вошел в кабинет на собеседование, пожаловался о своих проблемах, ты уже несешь себе предположительных несколько диагнозов по цвету кожи, по позиции, по активности на стуле, на кушетке, по дыханию, по потливости, по цвету радужки, по цвету склеры глаз. То есть вот это все, это преподается, потому что врачи поликлиники, которыми вы станете, кто учится на лечебном факультете, на лечебнике, то есть у вас похожий иной судьбы не будет, как три года отработать в клинике, в поликлинике пусть закончить, до ординатуры. Здесь я хочу сказать, что вот это вот Альмир Ашидович выразил классическую позицию современной медицины. как бы больной, вскрытие показало, что больной умер при вскрытии, а уж как по трупным пятнам можно диагностировать смерть, так это вообще как бы идеально. А человек, когда приходит, у него уже и кожа, и радужка, и все. Современная наука как раз и позволяет вот эти все состояния до того, как еще радужка изменится, до того, как появятся трупные пятна. Перед смертью больной сильно потел, да, старая берега. Да, что-то в этом роде. То есть развитие науки как раз и позволит диагностировать людей на самых ранних стадиях, когда еще и даже видимых изменений в организме не произошло. И да, я понимаю, искусство врачевания, все. В данной ситуации я выступаю как ученый, как можно сказать, оппонент классической системы здравоохранения. Поэтому, иду и чтобы диалог так поддержать активный. Как раз от врачей будет требоваться эмпатия. Это как они взаимодействуют с пациентом. Компьютер за них все сделает. А вот подержать пациента за ручку, как вот, нежно ему иглу ввести. Это компьютер вряд ли сможет заменить. Ну, если только через нейроинтерфейсы не будет проектироваться, что тебя красивая медсестра как бы только что провела медицинскую процедуру. Вот знаний будет все больше и больше. В голову обычного человека их все равно не вложить. И сейчас во всем мире все больше и больше начинают цениться так называемые soft skills. Социальные, мягкие навыки именно общение между людьми. профессионалы в любой области, которые овладели вот этими навыками, как раз и будут востребованными и будут последними, кто останется трудоустроен. Пока рано или поздно все равно всех не сменят роботы. спасибо. Это вдохновляющая перспектива. Сейчас мы эту часть заканчиваем и перейдем непосредственно к здоровому жизни, как прыгать, как бегать, что съесть, чего не съесть. Но прежде чем мы к этой части перейдем, я хотел бы все-таки задать еще один вопрос. Опять же, в развитии той темы, которую вы сегодня уже раза два-три затрагивали в той или иной плоскости. Вот была эпоха земских врачей, эмпатия, к вопросу опять же об эмпатии, там за ручку подержать, нежно ввести иглу куда-нибудь. Безукоризненный авторитет, да, ну что такое для больного, царь-бог, там, девяносто, патерналистка системы, модель девятнадцатого века, да, потом двадцатый век, прогресс, ля-ля, я помню, 25 миллионов экземпляров сегодня это представить невозможно, я вам как профессиональный журналист говорю, 25 миллионов экземпляров был тираж журнала здоровья в Советском Союзе, и старые доктора, вот, может быть, ваш папа об этом говорил, наследственный династийный медик говорили, они просто проклинали этот журнал здоровья, потому что все там поначитались советские граждане, домохозяйки, и все, как Альмир Рашидович уже сегодня говорил, приходят, он уже сам про себя все знает, он уже рассказывает и спорят с врачами, врач ему, да, и сейчас ведь это частенько происходит, но сейчас, по-моему, кошмар другого порядка возник, каждое утро, если я захожу на кухню попить кофе, а жена уже смотрит то Малышу, то по каналу России, он, кстати, симпатичный такой мужчина, но я не помню его фамилию, то есть, вот это продолжается вакханалие, да, журнала здоровья нет уже, но каждое утро нам с экранов телевизоров относительно или абсолютно авторитетные люди, да, представители здравоохранения рассказывают, вот это так надо лечить, вот это, слава богу, Малахов ушел, да, который там все лечил с помощью кочерыжки, вставленной в какое-то место, вставленной, да, Малахов плюс, да, помните, было одно время, там года три, что ли, такая программа была, и Проклова ему усиленно помогала, актриса, так вот, с этим, что делать, у медицинской общественности вообще вот это не вызывает протеста, официального, неявного, ну, зачем, это же, колоссальная проблема не только для врачей, но и для здоровья населения в целом, для людей, да, для самих же людей, несет колоссальную проблему, проблема в том, что сегодня мы зашорены в нормативы по времени оказания медицинской помощи, по нормативу приема, по количеству, то есть, мы оперируем все больше и больше экономическими величинами, и когда человек, когда ты ставишь диагноз в дверях, что он не сильно болен, он пришел с определенной программой, которая ему необходима, то с ним порой легче согласиться в целях экономии времени и пойти по траектории, которую он сам себе видит, да, то есть, это не вызовет никакого конфликта, но насколько это поможет ему в его здоровье. А соблазну врача такой есть, да? Я не могу утверждать, А если он сам про себя уж такое все знает, да и ладно. Я не могу утверждать, что такой соблазн существует, но тем не менее, соблазн велик. Пожалуй, если бы я сидел на приеме, соблазн такой я бы испытал. Да, но надо понять, что это в целом, все-таки надо населению тоже в свою очередь попробовать научиться слышать медицинского работника. Потому что те вещи канонические, которые преподаются в медицинском образовании, они, в общем-то, имеют место на существование и нужно им, пожалуй, следовать. Но есть авторитетные врачи, есть менее авторитетные врачи. Видите, вот это вот звучит концепция патерналистской медицины. Врач знает лучше. Плюс у нас еще и система здравоохранения, когда действительно столько-то минут выделено на больного. Быстро, 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 быстро. Давайте, давайте. Патерналистская медицина в ваших устах это такой ругательный, я понимаю, термин, или негативный, по крайней мере. Вы не одобряете это. Это термин, отражающий современное состояние. Здравоохранение в России или вообще? И вообще в мире тоже. Хотя есть уже тенденция ухода от него. Потому что человек воспринимает себя как заготовка, поступившая на конвейер. А, да? Вот как бы как Буратино. Вот он идет, да, его хочешь, не хочешь, а на выходе получится Буратино. То есть и это может быть с одной стороны и хорошо, но с другой стороны сейчас в обществе повышается и возносится во главу угла личность человека. И он откровенно чувствует себя подвергнутым насилиям. со стороны медицинской системы. Потому что когда его вообще не спрашивают что он хочет, как он хочет. Ну как? Врач ему говорит мы вам сейчас поставим клизму. А человек начинает это воспринимать как насилие. Это не странно. Врач, наверное, знает, что ему надо сейчас поставить клизму. К сожалению, бывает, что случаи, когда не обязательно может быть клизму поставить. есть и врачебные ошибки, но на самом деле это очень маленький процент. Вовлеченность пациента в лечение. Если пациент с удовольствием принимает участие, активное в лечении, эффективность будет гораздо выше, когда он становится партнером врача. А врач говорит нет, ты вообще не достоин, я с тобой общаться не буду, вот возьми эту таблетку и пеем. А врач говорит, во время пациент говорит, а вот не буду. И все. Я бы не стал так обращать. Честно говоря, наверное, судя к тому, что я наблюдаю, что происходит сегодня, о патерналистской медицине сегодня не приходится уже говорить. Уже нет? Уже нет. Да, это уже все-таки минувший этап. Сегодня, скорее всего, мы говорим о том, что это неоднозначно во всех случаях. Где-то патерналистская модель общения врач-пациент она себя до сих пор оправдывает, особенно люди, которые свято верят в том, что врач ему поможет. И это очень здорово, на мой взгляд. Сегодня вариабельная система во многом учитывает то, что особенно молодое поколение, трудоспособное население приходит уже готовым, как я говорил, все-таки форма договорная, так называемая. То есть модель существует, когда люди договариваются о ролях и фактически эта вещь проходит. к этой модели врач-пациент, сами же медицинские работники пришли в целях, вернее, ввиду того, что времени мало, легче согласиться, это неправильно, когда мы говорим, что согласиться, они идут по пути сотрудничества до достижения цели. И это профилактика выгорания медицинского работника, потому что... 15 минут, да, норматив на пациент? Это не норматив, а рекомендованный, скажем, период, за который ты должен уложиться с учетом твоей функции рабочего времени врача. Схема сотрудничества, она сегодня так или иначе все шире и шире приобретает свои очертания. и на самом деле если отношения между врачом и пациентом налаживаются в конструктивном ключе, то они способны достичь реального результата. Ну, наверное, да. И вот мы возвращаемся к важности социальных навыков врача, эмпатии по взаимодействию с пациентом. Ну, хорошо. Вот более или менее я надеюсь наши слушатели и зрители понимаем, да, где мы находимся как практическое здравоохранение, так и медицинская и биологическая наука. Каковы возможности для того, чтобы ну, вот этот пресловутый средний, да, средняя продолжительность жизни, она увеличивалась. У нас, не у нас, японцы номер один, насколько я понимаю, да, в мире по продолжительности жизни, нам еще бежать за ними, добежать, ну, бежим или карабкаемся во всяком случае. И вот это вот один очень-очень-очень большой, многослойный такой пласт, можно назвать пирамидой, наверное, да, выстроить какие-то иерархические зависимости. И есть вот другой, пожалуй, что не менее объемный слой, да, или сегмент, это люди, которые просто сами себе когда-то в один прекрасный день, в одно прекрасное утро сказали, а давай-ка я перейду на здоровый образ жизни, давай я откажусь от каких-то привычек, я сегодня бросаю курить, я завтра бросаю пить, правда, сегодня мы по этому поводу выпьем, что я завтра все это бросаю, да, ну, я начну бегать трусцой или ходить с этими скандинавскими палками, кстати, я до сих пор не возьму в толк, если кто-то мне сейчас сможет объяснить, зачем эти палки-то, ну, я понимаю, лыжные палки, там, ты толкаешься, трицепсы, бицепсы, есть нагрузка на плечевой пояс, а это идет такая бодрая старушка по асфальту, цок-цок-цок-цок, палками, разве что-то хулигану отпугнуть, нет, на самом деле там и физическая нагрузка улучшается, то есть, а что там работает? мышцы двигаются, вот эти? да, кровь, я вот руками размахиваю, они у меня тоже двигаются, ну, пожалуйста, то есть, без палок тоже можно идти, руками размахиваю, а? с палками веселее, потом опять травматизм снижается, а вот это да, поступился, это да, плюс, особенно для людей, скажем так, уже пожилого возраста, но в целом это действительно более комплексная нагрузка на организм, казалось бы, незначительные дополнительные движения, но они имеют вполне ощутимые физические последствия. Альберта Анатольевичу говорили, завтра куплю, и сделаю еще один шаг в направлении этому сияющему завтра, к здоровому образу жизни. Альберта Анатольевичу Продолжение следует...